В Твери стартовал один из старейших турниров по футболу. На поле стадиона «Планета» вышли сотрудники и партнеры Тверского вагонзавода. В рамках традиционной спартакиады футбольные соревнования проводятся более полувека. В летний сезон команды при поддержке регионального отделения Союза машиностроителей России выявляют лучших в формате 8 на 8. В рамках спартакиады начались долгожданные соревнования по футболу, которые помимо положительных эмоций, конечно же, позволят еще доказать футболистам, кто из них сильнее. После вынужденного перерыва, связанного с пандемией, летний футбольный турнир вызвал ажиотаж. К участию заявилось 13 команд, желающих играть еще больше. Поэтому организаторы решили вернуться к прежней схеме соревнований, разделив участников на два дивизиона – первый и второй. Чтобы было более-менее интересно, развели на два дивизиона, потому что если там, которые в первом дивизионе, которые чемпионы, они там нам позабили что к 10, и все. И мне интересно играть, и нам не особо интересно. Инженер-конструктор Алексей Колесников играет в футбол на родном предприятии середины 90-х годов прошлого века. По его словам, это не только здоровый образ жизни и положительные эмоции, но еще и великолепная разрядка после напряженной работы. Серьезно к подготовке подошли в цехе сварки металлоконструкций Тверского вагонзавода. Здесь была проведена серьезная селекционная кампания по комплектованию состава по футболу. Тренировки начались еще зимой. Команда выступает в первом дивизионе и ставит перед собой серьезные задачи. Первенство летнее по футболу всегда самое престижное в Спартакиаде, самый престижный вид спорта, тем более 8 на 8. Цель попасть, наверное, в призеры, но футбол это дело непредсказуемо. Посмотрим. Первым матчем турнира сварщики обыграли команду тележечного цеха, конструкторы оказались сильнее соперников из Н-Корпа. Футбольные матчи будут проводиться по круговой системе на поле стадиона «Планета» до конца июня. При этом на кону не только медали и рейтинговые очки в зачет Спартакиады. У нас есть сборная команды ТВЗ. Мы победители последнего трансмашхолдинга, который совсем недавно прошел в Москве. И, собственно, у каждого футболиста, который здесь сейчас играет в футбол, есть возможность проявить себя и попасть в команду, в сборную ТВЗ.